Сразу несколько столичных территорий поменяют свой облик о том, как продвигается благоустройство Юлия Важенина. Чебоксарская набережная – одно из самых красивых мест в городе. Излюбленное место отдыха в ближайшие три года изменится до неузнаваемости. Реконструкция поделена на четыре этапа. Первый должен завершиться уже в этом году. Собираемся построить пешеходную аллею, скажем так, пешеходную дорожку шириной 4,5 метра. Это вдоль набережной Волги. Дальше будет велосипедная дорожка для любителей велосипедной езды. Потом будет между велосипедной дорожкой и проезжей частью, техническая проезжая часть будет. Кроме того, мы намечаем место под размещение здания поисково-спасательной службы на набережной. Пляж, игровые, спортивные площадки, территория для отдыха и различные кафе. Так будет выглядеть набережная к 550-летию города Чебоксары. Эта часть станет исключительно прогулочной. Общественного и частного транспорта горожане здесь не увидят. Кстати, добраться до прогулочной зоны можно будет с помощью специальных спусков. Мини-башни оборудуют подъемниками, но будут и лестницы. Горизонтальная площадка соединит верхнюю и нижнюю набережную. Это место должно быть достопримечательностью не какого-то узкого коллектива. Это должно быть местом для отдыха жителей столицы, гостей столицы, которые будут приходить сюда, получать удовольствие от прогулки вдоль Волги. Существует легенда о подземном тоннеле, соединяющем бывший Никольский собор с храмом на Владимирской горке. Якобы под Кремлевским холмом существовали целые улицы. Вскрытые от посторонних глаз они соединяли важные объекты. Также под землей, возможно, в неспокойные времена хранились ценные реликвии. Так называемый вход в подземный город сейчас оформляют под старину с учетом исторических особенностей. Там будет уложена древняя брусчатка, воссоздан внешний вид каменных стен. Уже в следующем году здесь откроется полноценная декоративная площадка и зона отдыха для горожан и гостей столицы. Сейчас появляется барельеф, здесь нужна будет подсветка. Мы решили втопить булыжник, чтобы подсветить. Ну, чтобы он не стоял вот так, да, прям булыжники будут подсвечивать. Здесь сделаны на водостоке, здесь, кажется, только не видно, а работу большую сделали. Еще один важный объект благоустройства – парк 500-летия Чебоксар. Три года назад здесь началось строительство этнокомплекса. Но Амазония откроет свои двери лишь в 2019 году. Мы уже несколько раз выезжали на этот объект и понимаем, что есть отставание. Но, тем не менее, до начала зимы должны завершить этот этап, должны проложить брусчатку, закончить подведение инженерной инфраструктуры – это вода, свет, газ – и запустить освещение на этом объекте. Ну и жителям города будет предоставлена возможность прогуляться пока на небольшом участке этого объекта. Не изменились планы по строительству в парке, музее, аквапарке, океанариуме, досуговых зон. Каждый объект под контролем администрации столицы.